Друзья, всем привет! Мы находимся в Бэмидж Драйв на самом опаснейшем каньоне мира. И только что здесь случилось несчастье, но еще не трагедия. Водитель автобуса, который перевозил людей, не увидел, что здесь обрыв и поздно нажал на тормоза. Тем самым он вылетел за пределы обрыва и чудом, чудом напоролся на балку, которая здесь стояла и повис. Повис на огромной высоте. Вы посмотрите, какая она огромная. Если автобус сорвется, то, скорее всего, все погибнут. У нас в автобусе сидят дети. Не все, правда, но испытуемые еще есть. Визуальные и невизуальные. Также у нас сидит здесь водитель. Один из подростков вывалился через окно и зацепился чудом. Вот так вот он держится. И второй упал на двери автобуса. Понятное дело, что водитель был в панике и совершенно случайно нажал на кнопку открывания двери, где как раз таки лежит один из подростков. И к чему это приводит? Не ой, не ой, господи. Вы посмотрите, какая здесь высота. Это без замедления времени мы смотрим с вами. Ё-моё, вот это удар. Все, конец, друзья. Здесь выжить было невозможно. Вы посмотрите, с какой огромной высоты разбился наш один из подростков. Начались жертвы, друзья. Нужно сделать все, чтобы жертв больше не было. От паники водитель начал нажимать вообще на все клавиши и подкрывал тут знаки стоп, двери. Смотрите, кстати, второй как повис. Вот это ему повезло, что его ноги застряли. Если бы не это, то он бы тоже полетел вслед. Нет, вы посмотрите, он все это видел. Он висел и смотрел, как разбивается его друг. Когда он немножко успокоился, естественно, он позвонил и вызвал сюда спасателей, скорую помощь, всех, кого только можно. Первыми на место происшествия прибыла полиция. И, естественно, разобравшись ситуации, посмотрев, как здесь и что происходит, она уже вызвала МЧС дополнительно. Огромнейшая пожарная машина также подъезжает, но пока еще нет определенного плана, по которому будут спасать всех людей. Понятное дело, что самый легкий план это разбить заднее стекло, перебраться по салону и выйти, да? Но наша задача это вытащить автобус со всеми людьми. Будем считать, что это дети, они все запаниковали, никто не хочет никуда идти. То есть все держатся за свои сидения, пристегнулись и сидят. И ждут, пока вытащат автобус. Было бы правильно, скорее всего, прицепить какой-нибудь трос или цепь на автобус к другому транспорту, но у меня, к сожалению, нету сейчас, друзья. И вот у меня что только есть. Это булава, очень тяжелая, которую я прикрепил к колесу. На всякий случай, вдруг она чудом, если автобус, например, сорвется, да, она чудом зацепится за балку, вот за эту, и автобус дальше не полетит. Может быть, а может быть полетит. Не знаю, что будет. Сейчас все зависит. Понятное дело, что от меня я буду стараться сделать все, чтобы его достать. Друзья, недалеко отсюда, вниз по каньону, находился склад. И МЧС попросили оттуда вот этот подъемник пригнать. Его пригнали. И сейчас с помощью его постараются зацепить этот автобус, если получится, вытащить. Слушайте, это самая сложная операция, которую я когда-либо проводил. Плюс подъемник какой-то немощный, он еле-еле едет. Посмотрите. Просто это единственная идея, которая сейчас пришла мне в голову. Я не знаю, как использовать какие-то другие машины. Попробуем этим транспортом... Ой-ой-ой, автобус начинает шататься. Вот это опасно. Смотри, до сих пор висит тот подросток. Так, вроде как подцепили его, нет? Да, мы в него уперлись. Теперь поднимаем. Да, не особо, конечно, получается поднимать. То есть у нас работает. Видите, я опускаю и поднимаю. Да, видно, что автобус приподнимается. Но хорошо ли мы его зацепили? Как мы его вытащим? Это у нас, наверное, не получится. Нам нужен действительно какой-нибудь кран для этой операции. Но сейчас у меня нету таких возможностей, понимаете? Я бы использовал бы. Надо думать что-то другое. Друзья, с этого же склада прибыл уже автомобиль потяжелее. И смотрите, получается, что он может. Я, честно говоря, не знаю, для чего он именно приспособлен. Но у него двигается вот эта часть. То есть можно в эту сторону, можно обратно. И самое главное, мы можем опускать полностью эту конструкцию и поднимать. То есть я думаю, таким образом мы попробуем подцепить этот автобус, приподнять и подтащить уже на себя. Посмотрите, как высоко можно поднять. Я очень надеюсь, что мы сейчас не уроним этот автобус. Но по-другому у меня нет больше. Вот я нашел этот трактор. У меня больше нет приспособлений, которыми я бы мог его вытащить. Я обязательно для таких РПшек обязательно скачаю какие-нибудь краны там. Специальную технику всю, чтобы было легче все это делать. Так, пожарный автомобиль, отъедите, пожалуйста. Давайте еще заранее включим, чтобы легче было работать свет. Вот так вот. Отгоняем пожарный автомобиль, потому что именно с его стороны мы попробуем его подцепить. А тот грузоподъемник мы все-таки оставим пока. Вдруг именно благодаря ему автобус и не сорвется. Сейчас главное самому отсюда не улететь. Этого я уж очень боюсь, конечно. И вот за эту часть, я так полагаю, мы и будем его цеплять. Сейчас только развернемся как нужно. Полицейский, отъедьте, пожалуйста. Вы тоже создаете помеху. Он такой, yes, man. Отъезжаем. Красивый, красивый полицейский автомобиль. Давайте куда-нибудь сюда отъедем. Хотя, а вдруг автобус... Не, ну я не думаю, что он прям сюда сразу покатится. Давайте тоже к пожарке его отгоним, чтобы не мешал. Все, друзья, начало спецоперации. Господи, я так не хочу, чтобы они улетали. Я так этого не хочу, но... Друзья, что будет, то будет. Будем стараться делать все, чтобы этого не произошло. Так, спокойно, спокойно. Оп, тормоз. И сейчас, получается, вперед немного. Да, вот так вот я хотел. И поднимаем. Потихонечку только. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же это опасно. Кто так делает вообще? Там дети в конце концов. Боже мой, а. Вот если бы сейчас можно было еще грузоподъемником поднимать, было бы вообще круто. Давайте потихонечку. Главное, чтобы он не сорвался. Блин, мы его толкаем, получается. Мы его не подхватываем, а мы его толкаем, этот автобус. Хотя грузоподъемник, он, видите, его придерживает. Он бы уже перевернулся и, скорее всего, улетел. Но грузоподъемник удерживает. Давайте, наверное, смотрите. Мы сейчас вызовем еще такой же трактор. И он, я думаю, нам поможет. Для этого нужно убрать отсюда... Не улетит? Нет, не улетит, слава богу. Убираем этот подъемничек. Он абсолютно нам не помог. На его место приезжает второй точно такой же трактор. И теперь главное отсюда не свалиться. Вот я не знаю, как мы его будем цеплять. Нам нужно его не поднять. Может быть, проломить стекло и через салон его приподнять? Тогда мы его будем удерживать 100%. А дальше тракторами попробуем вытащить. Давайте так и сделаем. Мы сейчас прямо через салон этим механизмом попробуем проникнуть. Для этого мы просто вот так вот повернем его. И начнем взаимодействие. Им очень трудно, на самом деле, управлять. Он как-то ведет себя не так уж просто. Но постараемся справиться. Давайте немножко подтолкнем, наверное, этот автобусик. Так, все, нажали на тормоз. Сейчас наручничок. И теперь можно смело управлять, да. Все, поднимаем. Пробуем поднимать. Ой-ой-ой. Так, аккуратно. Мы его переворачиваем немножко. Держится. Главное, чтобы он держался. Посмотрите, он не сойдет? У меня ощущение, что он сразу же сейчас сойдет. Хорошо, аккуратненько. Аккуратненько, потихонечку. Теперь давайте гаскунера дадим чуть-чуть. Блин. Слушайте, ну мы его приподняли, смотрите, с двух сторон. Блин, еще чуть-чуть давайте. Так, а сейчас что делать? Давайте еще чуть повы... Ой-ой-ой. Нет-нет-нет, держись. Так, второй трактор, быстро. Второй трактор должен его выровнять. Тоже немножко приподнимаем. Блин, хоть бы он только не упал. У меня уже есть идея, как его вытащить. Мы сейчас вызовем еще один такой же трактор. И его уже снизу, получается, подцепим. Главное сейчас его чуть-чуть еще приподнять. Еще, еще, еще. Ой-ой, вот, супер. Идеально, друзья. Сейчас мы подгоним под него еще один трактор. И уже попробуем подхватить его центр. То есть мы возьмем, как это называется, мост. Мы его прям под мост этот возьмем. Под колеса. И попробуем вытащить на себя. Блин, друзья, только что пока приезжал новый трактор. Посмотрите, что произошло с автобусом. Это удивительно, но он чуть-чуть не сорвался. Давайте поближе сейчас попробуем к нему подойти. Ё-моё, а. А вот это уже беда, друзья. Сейчас, получается, нужно любым способом его выравнивать. А что не так? Что произошло? Посмотрите, нужно теперь его с этой стороны немножко отпустить. Так, давайте немного отъедем. Главное, чтобы он сразу же не рухнул. Нет. Слава богу. Под него подъезжаем. Приподнимаем немного. Потому что он будет падать, скорее всего, на это. И теперь, наверное, стоит чуть-чуть приспустить. Вот таким вот образом. Вот, выравнивается. Всё, замечательно. Хотя был выше. Был удобнее, когда он был выше. Мужка, отъедем. Очень странно, что он так себя повёл. Я этого даже не заметил. Пока занимался третьим трактором. Вот, аккуратно, аккуратно. Вот сейчас ровно, вот сейчас хорошо. Всё, замечательно. Подгоняем третий трактор. И выпускаем, получается, наши инструменты. Так сказать, сразу приподнимаем. А, нет, сразу мы не приподнимаем. Мы сейчас попробуем как можно дальше проехать. И его подцепить ближе к середине. Сейчас главное его не столкнуть. Опускаем наоборот. Отпускаем, потому что если мы его сейчас столкнём, то... Прощай, под колёса. Под колёса проходим. Ещё чуть-чуть. Есть. Ещё, ещё можно. Уткнуться надо прямо в него. Есть, уткнулись. Отлично. Так, ручничок. И поднимаем. Поехали. Так. Боже мой. Блин, я... Я думал, что у нас как-то получится. А если мы сейчас вот так вот раз и углом попробуем прям мост зацепить? Ёшки-матрёшки. Слушайте, но я действительно в таких спецоперациях ещё не участвовал. Вот мне само... Мне так это интересно. Я просто вот, не знаю, даже выразить свои эмоции не могу. Это круто. Это очень круто. Ой-ой-ой. Только не падай. Приподнимаем. Так, он у нас зацепился или нет? Да, друзья, у нас получилось. Что-то получается. Что-то получается. Я его вроде подцепил за мост. По идее, должно сработать. И, ну что, теперь получается нужно отгонять назад его? Или не получится? Что? Вы че... Вы серьёзно? Он улетел? Вы помните чувак, который здесь зацепился? Его нет, представляете? Давайте его найдём. Нет, друзья, к сожалению, не выжил. К сожалению, он тоже не выжил. Вот у нас один валяется. Я даже не заметил, как он упал, друзья. Я обязательно посмотрю на видосики. Попробую этот момент увидеть. Но вот у нас уже два несчастных случая. Два трупа. Блин, друзья, пока я разглядывал трупы, автобус опять немножко перернул. А ничего себе! Балка прошла сквозь него, и он чуть не упал. Получается, друзья, сейчас как раз-таки именно трактор его и держит. Так, срочно за правый трактор. Нужно правым трактором его как-то, наверное, оттолкнуть, что ли. Чтобы он выровнялся более-менее. Вот, вот, вот. Толкаем. Ём... Тихо, держись! Твою мать! Твою мать! Он падает! Нет, только не улетай! Да нет, не улетай только, блин! Что мы вообще творим? Всё! Друзья, балка практически его не держит. Сейчас всё на тракторе, который находится по центру. Так, я знаю, что делать. Аккуратно, аккуратно, я знаю, что делать. Так, мы вынуждены взяться за этот трактор и попробовать его под колесо загнать. Блин, главное не столкнуть. Хотя нам не хватит. Расстояние, скорее всего. Попробуем приподнять. Да, друзья, уж слишком. Ой, нет, нет! Твою мать! Уезжай, уезжай, опускай быстро. Опускай, колесо подцепил. Нет, сейчас нельзя, надо наоборот отсюда, наверное, свалить. Я не знаю, что делать, друзья, я просто не знаю, что делать, серьёзно. Вот что? Как сейчас его вытащить? Так, хорошо, вновь за этот трактор. Я его толкаю, я должен его выровнять. Боже ты мой! Толкай, толкай, толкай чуть-чуть. Нет, я не могу его выровнять, друзья. Это практически невозможно. Сквозь стекло у меня, к сожалению, так же не получается. Вот если сейчас мы бы смогли сквозь окна пройти этой хернёй, да? То у нас бы получилось его подцепить. Но нет, видите, я пытаюсь, но ничего не получается. Друзья, я сейчас в полном замешательстве. Я не знаю, как именно поступить. У нас сейчас трактор этот держит 100% этот автобус, но он держит его криво. То есть, посмотрите, как это выглядит. По сути, можно попробовать поднять. Давайте просто поднимем, что будет, то будет. Хотя ещё один трактор, на всякий случай, стоит подогнать. Под колесо, интересно, у меня получится его как-то зацепить или нет? Так, ручничочек. И теперь так же поднимаем. Ой-ой-ой, опа, получилось пробить окно. Мы хотя бы его выравниваем, смотрите. У нас получается выравнивать. Отлично. Что-то похожее. Ой, трактор, смотрите, аж приподнялся. Ничего себе. Вот, вот это уже интересно. Посмотрите, насколько приподнял атрактор, друзья. Офигеть. Вот это да. Всё, теперь мы выровняли. И стоит попробовать этим трактором уже приподнять его. Фух, друзья. Ну всё, будем пробовать. Сейчас просто момент истины. Момент истины. Начинаем. Ой-ой-ой, трактор улетает. Блин, не хватает мощности, ё-моё. Нет. Ай-ой-ой. Капец вообще. Мне не хватило мощности, друзья. Трактор просто подняло. Ё-моё. Что делать-то? Я сейчас с этого края попробую этот трактор опустить на колёса. Соответственно, вот так вот. Соответственно, он должен будет и автобус поднять. Нет. Нет. Тоже не хватает мощности, друзья. Трактор также поднимается. Посмотрите. Здесь нужна... Ой, какая тяжёлая техника, друзья. Никак не получается. Я в полном замешательстве. Что делать, я не знаю. Ой-ой-ой, аккурат... Нифига себе. Куда ты покатился? Брат! Слушайте, а это... Это, наверное, хороший знак, друзья. Мы сейчас его пробуем ещё раз подцепить. Так, действуем точно так же. Заходим под него максимально. И пробуем поднять. Только не улетай. Только, брат, не улетай. Нет, друзья, по-моему, у нас не... Нет, нет, нет. Точно такая же ситуация происходит. Сюда же подгоняем ещё один трактор. А если поставить три трактора и попробовать всеми тремя его вытаскивать? Получится ли у нас так? Так, аккуратненько. Хотя аккуратненько у нас не получается. Хватаем его под колесо. И так же стараемся под... Ух ты! Приподнять. Друзья, за балку автобус уже не держится. То есть у нас исключительно сейчас трактор его держит. Не дай бог, что-то произойдёт, или автобус как-то наклонит трактор, и они вместе с ним улетят. Понимаете? Давайте сейчас попробуем ещё. Смотрите, он встал на колёса. Можно ещё разок попробовать его приподнять. Так, аккуратно, по чуть-чуть. Получается, друзья. Ой, аккуратно. Теперь вторым трактором. Второй трактор в деле. А он уже максимально поднят, смотрите. Или нет? Нет, не максимально. Ух ты! Немного получается отъехать. Попробуем, если... Так. Теперь вторым трактором. Уже максимально тоже, да, друзья? К сожалению, тоже максимально подняли. Давайте попробуем немного отъехать. Ё-моё! Ручничок сработает? Главное, чтобы ручничок сработал. Да, работает ручник. Теперь за второй трактор. И точно так же попробуем... Газ, давай! Блин! Оторвало! Ё-п-р-с-э-т-э! К сожалению, друзья, мы лишились одного из тракторов. И у нас получается сейчас только... Их два. Но самое главное, что он не улетел. Посмотрите, друзья, мы практически достали. Давайте еще раз так же подлезаем. Точно так же подхватываем... Его. И... Ой-ой-ой-ой. Аккуратно. Слушайте, мы практически его вытащили. Газу! Не дает газу назад. У него не 4 на 4. У него, походу, только... В задние колеса крутятся. Поднимаем выше. Вот, есть сцепление с дорогой. Давай же! Неужели еще один трактор понадобится? Главное, чтобы его сейчас не оторвало. И теперь с этой стороны точно так же подхватываем... Вплотную. Боже, я научился спасать людей. Хотя мы еще даже не спасли их. Но у нас есть много шансов это сделать. Приподнимаем. Отлично. Ой-ой-ой. Нет. Пожалуйста. Твою мать. Ё-моё! Завалились, друзья! Просто два трактора завалились. Но мы это сделали, ребята. С этой стороны так же прижимаемся, друзья. И я уже могу с полной уверенностью сказать, что у нас, друзья, получилось вытащить этот автобус из-за подни. Почти, конечно же. Но... Попробуем с этой стороны. Возможно, отсюда у нас все и получится. До конца, так сказать, его вытащить. Но самое главное, что мы с вами сделали то, что нужно было. И сейчас дети 100% все уже через окно, так сказать, вылезли. Вот. Отлично. Приподняли его. А как нам теперь... Его надо... Вот, вот, почти-почти. Вот. Замечательно. Главное, самому не грохнуться. Просто сейчас напросто пытаемся таранить его в сторону. Давай же, давай же. Еще чуть-чуть, по идее. Все, друзья, можно его смело переворачивать. И это, друзья, конец. 100% автобус мы с вами вытащили. Можно даже его вот так вот еще подтолкнуть. Все, друзья. Здесь уже смело... У нас все дети вышли, залезли по автобусу и были все освобождены. В итоге, друзья, я не ожидал, что у нас получится как-то его вообще вытащить. Я думал, что я на первых трех минутах его скину. Это будет эпик экшен. Но у нас получилось тракторами его вытащить, друзья. Если понравилась серия, обязательно ставь свой лайк. И пишите в комментариях, те, кто играет в BMG Drive, какой транспорт можно использовать для спасательных операций. Я обязательно это скачаю, и мы с вами будем подобное еще сотворять. Всем я желаю удачи. Спасибо вам огромное за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok